МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Процесс разработки этого автомобиля был строго засекречен. Однако в 1953 году французскому журналу Ле Авто удалось сделать снимки прототипов новой модели. Когда представители компании-разработчика узнали об утечке информации, они обратились в полицию и военную разведку Франции. Снимки из редакции изъяли, а на все материалы был наложен гриф «Совершенно секретно». Автомобильная бомба не должна была разорваться раньше времени. До этой модели ни одна французская машина не пользовалась таким спросом. Ее премьерный показ состоялся 6 октября на Парижском автосалоне в 1955 году. В течение первых нескольких минут поступило более 700 заявок на приобретение автомобиля, а к концу мероприятия их было уже 12 тысяч. В СССР узнали о его существовании после выхода в 1966 году на экраны фильма «Фантомас» Жанна Море и Луида Фунеса. А великая Галина Уланова стала его первой советской владелицей. Шедевр мирового автомобилестроения, знаменитая богиня, великолепный Ситроен ДС-19 сегодня повезет и наших автоэкспертов. Александр Добин. Я жутко хочу быть «Фантомасом». Сергея Слонян. Сказочность этой машины, конечно, в плавности хода. И Владимир Пирожков. Бонсуа, шофер. Али-зи. Де-ле-Моску. В программе... Гранд-тест. 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 Этот автомобиль стал легендой в момент своего рождения. За пять лет он успел стать самым продаваемым в мире автомобилем. А в 1968 году, после того, как этот автомобиль буквально спас жизнь французского президента Шарля де Голля, Ситроен ДС был объявлен автомобилем номер один в Европе. Техническая революция, совершенная Ситроен ДС, опережала время на десятилетия. Односпицевый руль, поворотные фары и гидропневматическая подвеска взорвали привычное инженерное представление об автомобиле. И нам лишь остается позавидовать сегодняшним экспертам. Честно говоря, я не знаю, как анонсировать эту программу, потому что до сих пор ДС-19 для меня был просто автомобилем с картинки. Я видел его в фильмах про Фантомаса несколько раз живьем. Сегодня редкая возможность совместить те чувства, которые ты испытываешь, глядя на машину, с теми эмоциями, которые ты испытываешь, сев за руль этого 60-летнего шедевра. В 1955 году, когда эта машина только появилась, французы сделали, по большому счету, весь мир счастливыми. Удивительный автомобиль, доступный каждому. И только в нашей стране мы посмотрели картинки, родители наши, может быть, даже дедушки и бабушки у кого-то, вздохнули и поняли, что поездить на этой машине не удастся никому и никогда. И вот, перевеснув страницу истории, шагнув к 60-летию в 21 веке, некоторым из нас повезло поездить на этой машине и понять, чего же были лишены наши предки тогда, в год премьеры. А для меня «Сит Райан» это особая история, это часть моей жизни, это добрые 10 лет в Париже, это отношение к легенде, это отношение к креативу и абсолютно новым решениям. Удивительный экземпляр 60-летней давности в конвейерном состоянии, доживший до наших дней, олицетворяющий самые яркие годы расцвета французского автомобилестроения. Непревзойденный дизайнерский прорыв «Ситроэн ДС» в уникальном телевизионном эксперименте в ближайшие полчаса на нашем канале. Когда находишься рядом с автомобилями, подобным тому, о котором пойдет речь в сегодняшней программе, не хочется говорить громко, хочется говорить шепотом. Когда смотришь на ту машину, о которой пойдет речь, вообще говорить не хочется, потому что единственное желание, которое возникает, это с обожанием любоваться плавностью линии кузова, просто получать удовольствие от тактильных ощущений, прикасаясь к этому автомобилю. Вы когда-нибудь видели из гипостекления хоть у одного существующего автомобиля? Сейчас или раньше? Никогда. Тут много такого. Это «Ситроэн ДС-19», с вами Александр Добин. Это «Гранд Тест». Поехали. Александр Добин. Журналист. Возраст 45 лет. В Европе предпочитают Азию. Блондинкам – брюнеток. Механику – автомату. Олд-таймерам – спорткары. Сочувствуют закомплексованным владельцам красивых автомобильных номеров. Кроме форм дизайнерских решений, главное, чем убил «Ситроэн ДС-19» – это гидропневматической подвеской. От 9 до 28 сантиметров ход этой подвески клиренс машины меняется в зависимости от нагрузки. При этом машина всегда идет ровно. Ну, одни восхищенные слова. Ну, давайте уже поедем и посмотрим, что представляет собой «ДС-19» 1955 года. Автомобиль «Ситроэн ДС-19». Год выпуска – 1955. Привод – передний. Подвеска – гидропневматическая. Двигатель Р4 – бензиновый. Мощность – 69 лошадиных сил. Рабочий объем – 1911 кубических сантиметров. Крутящий момент – 134 ньютон-метра. Максимальная скорость – 145 километров в час. Разгон до 100 километров в час – 21,1 секунды. Расход топлива – 11,5 литров на 100 километров. Что чувствует водитель, находясь за рулем «Ситроэн ДС-19» 1955 года? Ну, современный водитель, надо оговориться. Он чувствует недоумение. Недоумение, удивление и восторг. Во-первых, я плохо понимаю, как на этой машине ездить ежедневно, потому что настолько низкий и настолько мягкий диван, что когда ты на нем сидишь, никаких других желаний не возникает, кроме как качаться вот на нем на пружинах, развлекая себя. Этот автомобиль стал легендарным с самого начала своего рождения. Ровно тогда, когда он появился на публике 6 октября 1955 года на парижском салоне, когда с машины сдернули покрывало, и восхищенная, восторженная публика, посетители салона сказали, никогда в жизни ничего подобного в автомобильной промышленности мировой они не видели. Я не знаю, как ездил на этой машине «Фантомас», но я совершенно точно вам могу сказать, что ни на каком другом автомобиле он ездить не мог. Как часики работает мотор, настолько плавно идет машинка и настолько мягко, что не повернется язык говорить о том, что она устарела. Французский автопром в мгновение ока даже не проснулся знаменитым. За несколько секунд стал мировым лидером автомобилестроения. Это счастливо оглядываться по сторонам и кричать, вы видели меня, вы видели, на какой машине я еду, вы видели, на чем. Я подозреваю, что американцы кусали локти, потому что это не они, а европейцы. Более того, французы сделали космическую машину. При изящности форм, при инновационных, революционных инженерных решениях, это был массовый автомобиль, что вообще не укладывалось в головах инженеров, дизайнеров и менеджеров концернов-конкурентов. Автомобиль, который сразу назвали богиней. Один бесспицевый руль чего стоит. Ребята, это фантастика. Машина, которая при жизни стала легендарной, машина, которая пережила пять реинкарнаций, машина, которая без потерь, в идеальном состоянии, прожив 60 лет, сохранилась до наших дней, и ты за рулем, на этом мягком диване, без всяких ремней безопасности. Первая вверх, вторая вниз, третья вверх, четвертая вниз. Я хочу быть фантомасом. Я жутко хочу быть фантомасом. Фантомас – это я. Я настоящий фантомас на настоящем ДС-19. Вау! Помните, в начале программы я говорил о том, что рядом с этой машиной хочется говорить шепотом? Врал! Потому что эта машина – эмоция. Автомобиль – восторг. Как говорил герой одного известного фильма, это божественно. Кстати, откуда он знал? Откуда он знал, что в 1955 году на свет во Франции появится это чудо с названием «Богиня»? Это Гран-Тест, друзья мои. Все самое интересное еще впереди. С вами был Александр Добин. А я обратно на Ситраэн. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Асланян. Программу «Гран-Тест» продолжаю я. У Франции три символа. Эйфелева башня, Шанель номер 5 и Ситраэн ДС-19. Работать над этой машиной – это заветная мечта любого инженера. Тот случай, когда людей вообще не ограничивали. Какие материалы они посчитали нужным применить, такие им дали в руки. Это редчайший момент наслаждения профессионала, без ограничений работающего над воплощением своей мечты. Хорошо придумать машину могут многие. Сделать ее настоящей, поставить на конвейер удел единицы. Когда в 1965 году люди увидели эту машину, многие не поверили. Никто не думал, что это может быть воплощено. На уровне концепт-кара подобное себе позволяли уже тогда не все, но некоторые фирмы. Но чтобы вот так уехать со стенда на готовом изделии, которое олицетворяет собой прогресс 21 века, в 20-м веке, в 1955 году, это была абсолютная фантастика. Сказочность этой машины, конечно, в плавности хода. Поехали. Сергей Асланян. Автожурналист, радиоведущий. Возраст 49 лет. Водительский стаж 25 лет. Утверждает, что все автомобили ему одинаково безразличны, но некоторые чуть безразличнее остальных. Когда в 1955 году DS-19 появился на автосалоне на Парижском, это был не просто фурор. В 1955 году Citroën DS-19 опередил земной шар, ну, наверное, лет на 20. В нем было то, о чем писали фантасты. В принципе, кое-что уже даже было. Но никто не думал, что это может быть совмещено в одном автомобиле сразу. В этот год в Советском Союзе на конвейере стояла победа. И мы шли к тому, чтобы поставить на конвейер 21-ю «Волгу». 21-я «Волга» стала легендарной после своей смерти. Citroën DS-19 стал легендарным в момент своего рождения. Не зря «Шеврон» Citroën тоже был эмблемой неспроста, а как техническое достижение, характеризующее сущность автомобилестроения, к которому пришел Citroën после Первой мировой войны. А после Второй мировой войны это была невероятная смелость, чтобы в одну машину совместить столько всего. Гидропридематическая подвеска, коробка-автомат. Фантастический совершенно силуэт. Фантастический. Машина потрясала во всем, в форме, в содержании. Ведь не все поняли, что именно внутри этого автомобиля было. Техника для многих осталась загадкой. Тем более, что часть земного шара Citroën DS-19 потребляла по фотографии. Он потом постепенно пришел на континенты. А первое время восторг и изумление о том, что наступил уже завтрашний день, который фантасты только обещали, воспринимался по фотографиям DS-19. Вот она, Эйфелева башня. Мы уже знаем всем человечеством, что такое Шанель номер 5. А вот теперь мы знаем, что такое DS-19. Аналогов нет. Потрясающая внешность, потрясающая техника, умение менять дорожный просвет. Это ни с чем не сравнимо. Ничего похожего не было долгие десятилетия. И ничего похожего и не будет долгие десятилетия. И пластиковая крыша... И здесь почему зеркало из-за этого вида стоит на торпеде укрепленной? Потому что не смогли его присоединить никак к пластмассовой крыше. Это было очень тяжело, чисто технологически. Это было гораздо тяжелее, чем сделать гидрополематическую подвеску. Вот эта конкретная комплектация, она очень редкая, потому что у машины стоит ручная коробка, четырехступенчатая. Но гидрополематическая подвеска у них была у всех. Она им полагалась всегда, от рождения. Ситроэна без гидроктива тогда не было. Удивительно еще то, что автомобиль был доступен. Автор этого облика с фамилией Берто Ни Это человек, который опередил время на десятилетия, ну, лет так, наверное, на 20. ДС-19 – машина, которая опередила время во всем, не было ничего совмещать. В ней было с нуля изобретено все, весь автомобиль. Техника не позволяла ни одной другой фирме прийти к подобному. Только Ситроэн мог достигнуть этого. И до 1975 года эта машина была абсолютно актуальна. И когда ее снимали с производства, Франция была залита слезами. Прощаться с ней было невозможно. Французы серьезно относятся к своему международному реноме. Для них это важно. Как именно мир смотрит на Францию и на французов. И когда появился ДС-19 – все. Франция на тот момент стала державой номер один в мире. И Ситроэн поставил восклицательный знак. Это был из знаков припинания самый громкий, самый яркий. Можно ли еще раз через какое-то время, неважно через какое, так же сильно потрясти мир техникой? Можно. Эфиревая башня, пауза на духи. Шанель номер пять. А потом ДС-19. Аналогов которому нет по сию пору. Ситроэн ДС-19 называют богиней. Французы очень надеются, что ДС нынешний, 21 века, став отдельным семейством, божественностью начала ДС-19 выручит их в наши дни. Это был Сергей Асланян. Гранд-тест продолжается. 19ДС – это необычный автомобиль. Может быть, даже это уникальный и единственный автомобиль, который был сделан в таком виде. Послевоенная Европа не имела ни денег, ни возможностей, ни производственных мощностей, чтобы производить такого класса автомобили. Но они были сделаны. И это заслуга французов. По причине того, что Ситроэн такой оригинальный и инновационный, я решил прийти работать именно на эту компанию, а не на какую-то другую. ДС-19 – это ультиматум комфорта, это мечта любого автолюбителя. Да и не любителя, и профессионала тоже. И каждый хочет порулить. Но я не буду рулить сегодня. Дело в том, что до недавнего времени Ситроэн ДС был официальным автомобилем президента Франции. Поэтому я поеду сзади. И поеду сзади именно на месте руководителя государства. Итак, автомобиль президента Французской республики. Сейчас погоняем. Ну, погонять нам на самом деле не получится. Зато мягко съездим. Это реально диван на колесах. Бонсуа, шофер. Али-зи. Де-ле-Моску. Владимир Пирожков. Российский дизайнер. Почетный член Российской академии художеств. Возраст 46 лет. Долгое время работал в компании Ситроэн. Потом старшим дизайнером в европейском дизайн-центре Тойота в Ницце. Под его руководством разработан дизайн факелов Олимпийского огня 22-х зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. К автомобилям относятся трепетно. Я хочу вернуться в уже винтажный 1994 год. 1994 год, когда я начал работать на компании Ситроэн. Так получилось, что у меня был выбор между компанией Порше и Ситроэн. И Ситроэн меня увлек именно как раз инновационностью. То, что мы сейчас видим здесь и на чем мы сейчас едем, это один из самых удивительных проектов компании Ситроэн. И, собственно говоря, великого Андрея Ситроэна. Однажды, когда я пришел на работу в центр дизайна Велизи под Парижем, мне нужно было сделать один сложный чертеж. Я где-то нашел кульман далеко в подвале, достал ватман, дорогой достаточно, прикрепил это все кнопками. И достав хорошие линейки и папину трофейную готовальню, достал Ресфедер и начал работать в старом, добром стиле чертежников 50-х годов. Вокруг собрались несколько английских инженеров и говорят, слушай, неужели ты этим всем будешь чертить какую-то там хрупкую передач, например? Вот я говорю, ребят, но у меня нет выбора, потому что те компьютеры, которыми вы работаете, я еще не знаю. У нас в Советском Союзе компьютеров особо-то и не было. Они говорят, ну да, мы посмотрим, что получится. Два дня я чертил этот чертеж, после чего я его сдал. Всем очень понравилось. И на следующий день один из инженеров принес мне очень удивительную модель Ситроена. Вот такого размера где-то. У нее есть очень интересная история. В 1949 году группа дизайнеров, тогда художников-конструкторов, компания Ситроен разрабатывала новую модель, которая должна была называться ДС. Было сделано пять макетов. Один из макетов был Фламинио Бертони, который, собственно, и победил в конкурсе. Скажем так, остальные четыре не победили. В 1962 году в центре стиля Ситроен был пожар. Несколько макетов тогда пропали. Так вот, один из макетов как раз и был подарен мне. Это винтажная, оригинальная модель Ситроена ДС, которая была представлена в 1949 году Андре Ситроену. Вот, поэтому я ей страшно горжусь, она у меня дома. Что было важно? Важно было то, что сохранять традиции и сохранять, скажем так, навыки, проектирование, навыки процессов, которые были при, скажем так, старом режиме, это очень важно. И англичане это очень сильно оценили. Я им страшно благодарен. Я очень счастлив находиться здесь, внутри. Это на самом деле привилегия, потому что таких автомобилей осталось очень немного. В таком состоянии, то есть я сегодня смотрел на него и думал, господи, как же он прекрасно восстановлен, реставрирован. Ну, скажем так, снимаю шляпу и отдаю честь тем людям, которые с такой любовью сделали эту машину. Я очень горжусь, что у меня были, ну, наверное, лучшие мои годы жизни. Были как раз в Париже на компании «Ситроен». Вот, пожалуй, и все, что я хотел вам рассказать. И то, что сегодня мне довелось ехать на месте президента Франции в таком прекрасном автомобиле, это, конечно, такой маленький кусочек счастья. Из маленьких деталек наша жизнь вся и состоит. «Ситроен» для меня необычная компания. Это та компания, которая дала мне путевку в жизнь, и путевку в жизнь очень многим необычным людям. Это креатив, это жизнь, это нишевость, это специальные-специальные истории. Если у кого-то после завершения этой программы и останется чувство зависти, то пусть это будет самая светлая зависть всех, кто хоть раз в жизни садился за руль. Но наши эксперты не скупились на слова благодарности. Тем, кто бережно сохранил до наших дней эту 60-летнюю красавицу. Больше всего я переживал из-за того, что 18 мая 2015 года вся Франция, ну и, конечно же, Париж, во главе с президентом господином Оландом шумно, весело и пьяно гуляли, отмечая 60-летие «Ситроена ДС». Без меня. Но вот, наконец-то, я наверстал упущенное. Мы тоже присоединились ко всем поздравлениям, посвященным этому юбилею. 60 лет тому назад «Ситроен» опередил человечество абсолютно по всем параметрам. Они сделали машину будущего, они сделали машину светлого завтра. Эта машина стала доступной, на ней поехали. А вот теперь мы можем, оглянувшись, сопоставить, что же было придумано французами фирмой «Ситроен» в 1955 году и как много фирм дотянулись до этого уровня, как много фирм за 60 лет смогли подняться до «Ситроена» 1955 года. На самом деле, очень немногие единицы. А для меня «Ситроен» — это нечто большее, чем просто автомобиль. Это 10 лет моей жизни в лучшем городе мира в Париже. И это путевка в жизнь. А, как говорят французы, и к этой машине это применимо, хорошее вино становится только лучше. Первый ДС продержался на конвейере 20 лет. С тех пор сменилось уже пять поколений знаменитого французского бренда. И какими бы космическими ни выглядели богини сейчас, в первую очередь это часть истории, красивой и яркой, прикоснуться которой можно любому из вас, просто посмотрев «Гран-тест». То ли еще будет.